Дорогая церковь, дорогие братья и сёстры, мы отметили уже Рождество Христово и провели рождественские праздники, постановки взрослых, детей, и всё это радовало нас. Хоры пели, люди говорили, готовились. Вся-то такая праздничное настроение наше о том младенце, который когда-то родился. Именно младенец пришёл в этот мир, когда первые слова Писания открыли нам, что Господь Иисус Христос есть Спаситель, как мы и читаем в Евангелии, что были в той стране пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал ангел, и слава Господня сияла. И он говорит, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И что интересно, дорогие братья и сёстры, хотел бы сказать, что Писание открывает нам глубже познать Господа. Что было в этом младенце сокрыто? Как он жизнь прожил? И когда это спасение, оно наступило для людей? Было сначала сказано, что он есть Спаситель, Господь Христос. Мы прочтём первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Здесь написано так. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал народах, принять веру в мире и вознёсся во славе». Хотел бы обратить внимание более на тайну великого благочестия. Нам, человекам, Бог открыл свою тайну. Он говорит здесь, «Великое благочестие тайна, которая открыта людям, верующим». И дальше он говорит, что эта тайна открыта в Господе Иисусе Христе, в Сыне Его. Как и написано, что Он явился во плоти и стал человеком, где неоднократно Христос, Иисус, когда ходил по земле, Он подчёркивал, что Он есть Сын человеческий. Он говорил, что Он Сын Божий, когда Ему задавали вопрос, «Ты Сын Божий?» Он отвечал, «Да». И Он говорил ещё, что Он Сын человеческий. Если посмотреть, вот родился младенец, потом что мы читаем о Господе? Родители Его взяли и убежали по откровению в Египет. Там сколько-то прожил Он. И потом пришли, ещё откровение надо было снова Иосифу, чтобы он пошёл в Назарет, чтобы исполнилось то Писание, которое было записано, что из Назарета придёт Спаситель. И они пошли туда жить. И потом мы читаем, что Господь Иисус Христов в 12-летнем возрасте с родителями пришёл в Иерусалим. Написано, что у них было обыкновенно ходить каждый год в Иерусалим. И пошли домой, нету, родители ищут, нету Его. Там и написано, что среди сначала родственников, потом знакомых искали и не нашли. Потом пришли в Иерусалим и три дня искали Его. И пришли, смотрят Он в храме в 12-летнем возрасте, отвечают на вопросы учителей. И причём так разумно, что они были даже удивлены. И вы помните, там родители сказали Ему, и тогда они вернулись снова в Назарет, и до 30-летнего возраста больше не было написано в Писании, как было и что было. Но вот что интересно, что по мере того, как Христос возрастал в теле своём, пришло время, и мы читаем, что Он был лет 30-ти и был, как думали, сын Иосифов, Ильев, Матфанов, Левин, Мелхеев, Иванаев, Иосифов и так далее, где записана вся родословная Господа Иисуса Христа. На земле ни одна родословная от Адама ни у кого не сохранилась, кроме Господа. Это удивительно. Если читаешь вообще царей всех, и начиная, как сказать, от Адама, и потом Авраама, и про Якова уже мы сегодня слышали, и 12 патриархов и так далее. И смотришь, целое родословие, какие судьбы, какие тяжёлые, может быть, какие-то лёгкие и так далее. Но всё было к тому, чтобы было пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Через это родословие, чтобы родился Христос. И вот апостол Иоанн, который ходил с Господом, он нам говорит глубже немножко об этой тайне благочестия, о самом Господе Иисусе Христе. Очень хороший стих записан в 1 Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стихе, где он говорит, что «И Слово стало плотью, и обиталось с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вот он говорит, что открылась благодать Божия, и открылась в каждом человеке, кто уверовал в Господа. Писание открыло нам тайну, что это... открыло нам тайну, как апостол Павел говорит, «Разве вы не знаете, что Христос вас? Разве вы не знаете, что Дух Божий живет в вас?» Это же великое благочестие тайна. Люди даже не видят, мы даже друг другу не видим, что Дух Божий в нас живет. Мы только видим по делам нашим, по молитвам нашим, по служениям и так далее. И это глубокое тайна благочестия открылась в верующих людях. И что интересно еще, тайна благочестия сама должна была произойти из иудейского народа, не из других народов, где и подчеркнуто, вот мы читаем, апостол Павел говорит, что будет это из иудейского народа, и для язычников будет Христос. Мы читаем послание к ефесянам, там написано, «Потому что мне через откровение возвещена тайна, то вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Братья и сестры, интересно, что апостол Павел здесь открывает, чтобы и язычникам быть сонаследниками. Еврейскому народу вообще тяжело было понять. Нам далеко не надо ходить. Мы читаем, открываем в Деянии апостолов, и апостолы ходили с Господом. Они видели, что он исцелял, там, допустим, написано, из стран седонских и другое, приходили люди и язычников, там он исцелял, или там детей, и так далее. Они видели. Но вот пришло время, когда Христос вознесся на небо, и вдруг Петру надо было пойти к Корнилию. И он пошел туда. И написано, что уже в следующей главе, что с ним было шесть человек. И когда он проповедовал, и эти люди, которые были с ним, иудеи, и евреи, они пришли с ним туда. Они были уже верующими. Но написано, что они изумлялись, что Дух Божий сошел на язычников. Они изумлялись. И когда он вернулся в Иерусалим, то евреи стали его обвинять. Говорят, как ты ел с сыноплеменниками? Потому что, когда апостол Петр пришел к Корнилию, он сказал, что мне, говорит, нельзя с вами, с сыноплеменниками, даже не то, что иметь, даже соприкасаться. Он говорит, что я получил откровение такое, что Бог почитал нечистым, чтобы ты это не делал. Иди и проповедуй. Интересно, что он пришел в Иерусалим, и тут они говорят, как ты ходил с язычником? Как ты мог с ними есть? Как ты им мог проповедовать? Братья и сестры, как тяжело было иудею проповедовать язычникам. Но вот Господь Иисус Христос, эта тайна, она совершилась. Я всегда раньше как-то думал, думаю, как это в один день пять тысяч уверовал людей, потом три тысячи. А когда мы читаем Евангелие, помните, там написано, что Христос говорил и уверовал великое множество людей. Потом еще и еще. И когда пришло время, эти люди уверовали. И когда при Клавдии было гонение, они расселились по всему лицу земли и проповедовали о Христе, которые принесли миру спасение. И дальше, дорогие братья и сестры, иудеям и сегодня тяжело понять эту тайну. И сегодня. И даже тогда, когда Христос сказал, что спасение от иудеев. Помните, вот мы здесь читаем в Евангелии, что когда Христос приходит в город Самарийский, называемый Сихарь, в лесу участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец. И Иисус, утрудившись, написано, сел, и приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды и говорит ей, дай мне пить. Женщина самарянская отвечает, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи и самаряны вообще не сообщаются. Как ты у меня просишь? И дальше Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то и сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина ему говорит, Господи, я вижу, что ты пророк. И говорит дальше, отцы наши поклонялись на этой горе, Христу говорит, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус ей отвечает, говорит, поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей, и ни в Иерусалиме будут и поклоняться Отцу. Вы знаете, чему кланяйтесь? А мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Христос сказал, что спасение придет от иудеев. И оно пришло. Это очень удивительно. И когда настало время, представьте, братья и сестры, я вот так всегда думаю, что мы просто бесплатно получили Библию. Это надо было Иакову, надо было народу Божию, надо было там в пустыне идти, надо было столько перетерпеть Давиду, всем царям, чтобы нам это откровение дать сегодня. И мы просто пользуемся этим великим богатством. Но это все было в одном народе. И они проходили, и поэтому Христос говорит, что спасение от иудеев. Какая великая действительно цена и великая тайна Христа и народа иудейского, чтобы спаслись язычники. Интересно, что апостол Павел говорит для иудеев. Они как бы были, не приняли. Христос пришел и не приняли. Вы знаете, когда мы могли бы осуждать, но если посмотреть, что апостол Павел говорит, мы вообще должны радоваться, что они не приняли. Вот если бы они приняли, что было бы? Вот апостол Павел отвечает и говорит. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я, израильтянин, от семени Авраамова, от колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание, оповествование об Иллии, когда он жалуется Богу на Израиля, говоря, что говорит ему божеский ответ? Я соблюл себя семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Как написано? Смотрите, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат, даже до сего дня. Итак, спрашиваю, неужели они прикнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Ибо от их падения спасение язычников. От их падения спасение нам. Ну, думаешь, ну как это можно? Народ целый пал, не принял Христа, а мы спаслись. Так апостол Павел пишет, и дальше он говорит, чтобы возбудить в них ревность, и он пишет, если падение их богатства миру и осуждение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Ибо не хочу вас оставить, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюблены ради отцов, ибо дары и призвания непреложны. И еще он говорит, как вы некогда были непослушны Богу, а теперь помилованы. Вы непослушаю их. То есть язычники не знали Бога, вообще не знали, поклонялись идолам. И вдруг их непослушание послужило для помилования язычников. И дальше он говорит, и так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы помиловать. И дальше он говорит, о, бездна богатства, премудрости Божия. Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Смотрите, тайна благочестия совершается, по человеческим понятиям не должно так быть, братья и сестры. Даже мы здесь живем в мире, всегда как-то сопоставляем многое и не понимаем. У Бога другие совсем пути для спасения людей. Как-то недавно одну смотрел передачу, один равен с одним христианином, задает ему вопрос христианин, и этот равен отвечает и говорит, что вы, говорит, христиане, мы, говорит, производители, а вы распространители. Мы произвели Библию, у нас пророки, у нас, а вы, говорит, распространяете Библию по всему миру. Я, говорит, в жизни бы не поехал, чтобы где-то проповедовать. Как это оставить все? Столько трудностей в дороге, в пути и еще подвергать жизнь своей опасности. Этот равен, говорит, я бы никогда не поехал. А вы, христиане, говорит, распространяете Библию, нашу Библию, которую создал израильский народ. Вы ее распространяете. Да, мы Христа признаем, но не признаем своим спасителям, он говорит. Да, он принес учение, но мы не признаем его за Мессию. Но вы, говорит, интересно, что христиане распространяете нашу Библию во всем мире. Я так подумал, действительно, братья и сестры, с одной стороны, я не видал и не слышал, чтобы иудейский народ ходил и там, ну, евангелизацией занимался в наше время, я имею в виду. Есть, конечно, есть, есть. Но вот так он ответил. И мы, дорогие братья и сестры, вот эта тайна, которая в нас, благочестие, очень благословенна для каждого из нас. Дело в том, что, дорогие братья и сестры, само Евангелие, содержащее учение Иисуса Христа с Его заповедями, с Его обетованиями, с Его притчами, все это тайна благочестия. И даже написано, будущее всей вселенной, создание новой земли, мы в Откровении читаем. Все это тайна благочестия. Второе. Написано, Бог оправдал себя в духе. Что значит оправдал? Зачем надо было Христу оправдываться? Но написано, что Бог оправдал себя в духе. Если посмотреть, дорогие братья и сестры, когда Христос крестился, написано, что Он вышел из воды, помните, отверли из небеса, и увидел Ян Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Христа, и был глаз, глаголющий из небес, сеем, есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И дальше написано, что Он был поведен духом в пустыню. Смотрите, поведен был духом в пустыню. Для испытания, чтобы как вот действительно оправдал себя в духе. И смотрите, братья и сестры, приступил к нему искуситель и сказал ему, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделали с хлебами. Он сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Потом берет дьявол его в святой город и поставляет на крыле храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, да не притнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. И опять берет дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Братья и сестры, сегодня искушение, вот Господь Иисус Христос победил это искушение в духе. Он сказал, служи Господу, не искушай Господа Бога, ни одним хлебом будет жить человек. Сегодня эти искушения постигают нас. Они постигают нас, и бывает, что мы их преодолеваем, оправдаем сами себя перед Богом в духе или нет. Посмотрите, он даже говорит, что показывает все царства мира, и если, говорит, поклонишься, я тебе все это дам. Помните, как в одной притче Христос говорит, там о четырех характерах, и говорит, которая посеяна при дороге, потом при камне, и говорит, в тернии. И терния заглушает его. Богатство мира сего, и обольщение там, говорит, заглушает. Если посмотреть, братья и сестры, действительно, что Христос вот прошел это, и просто дал нам пример, чтобы мы тоже могли проходить это. Мы сами понимаем, что не только хлебом, который мы покупаем в магазине, который пшеница там, из других, и сделан хлеб, и мы едим, но оказывается, будем Словом Божьим жить, который важен для нашей духовной жизни, чтобы находить нам в Боге. Оправдал Слово, знаете, есть такое, он оправдал доверие, правда? То есть хорошо ходил, было хорошее поведение, там, скажем, оправдал доверие родителей, или там государства, или еще что-нибудь, или христиан. Оправдал. То есть ходил правильно, верно, то, что хотели от Него. Поэтому, дорогие братья и сестры, многие искушения постигают нас, и Господь показал, как нам ходить перед Господом, чтобы быть оправданными в духе. Здесь нужно отметить, что Господь Иисус Христос жил в духе и в один был духом, и все дальнейшее служение совершал силу и Святого Духа, и даже совершил до того момента великое дело примирения. Оправдан духе означает, что Иисус постоянно жил в духе, в непрерывном общении с Отцом. Он, помните, сам засвидетельствовал и говорил, «Как послал Меня живой Отец, так и Я живу Отцом». И еще Он говорит, «Истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит тоже». Удивительно, казалось бы, Сын Божий может позволить себе, ну как Сын Божий, то или другое, но нет, вот именно ходил то и делал то, что хотел от Него Отец Небесный. И еще оправдан духе означает, что Христос жил во плоти и никогда не следовал позывам плоти. Это помогло Ему исполнить предназначение спасения для человеков. Так и мы, дорогие братья и сестры, стараемся оправдывать доверие Бога к нам. Смотрите, как мы оправдываем. Ходим в собрание, молимся, принимаем участие в служении, совершаем добрые дела, делаем миссионерские поездки. Все это мы понимаем, что в Духе мы перед Богом правильно делаем, потому что Господь хочет, видит, и мы многое видим. Апостол Павел о служении говорит, и различные служения бывают, и так далее. Поэтому, дорогие братья и сестры, благодарение Богу, что проповедь Иисуса Христа, тайна благочестия, она достигла нас, и мы приняли Его веру. И интересно, что Иисус Христос теперь, сегодня, Он не принадлежит только израильскому народу, не только иудеям, но написано, что принадлежит всем, всем язычникам, всему земному шару, принадлежит всем народам мира. Поэтому, дорогие братья и сестры, хотел бы сказать, что будем благоверить Господа за спасение. И самое главное, что мы сделались соработниками Бога, что Он нас призвал, чтобы мы были соработниками Бога, что мы можем это делать, и мы делаем это. Это благословение для каждого из нас. Поэтому мы помолимся и скажем, да будет имя Господне благословенно. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»